Приветствую вас. Вы знаете, трактовкой снов занимаются психоаналитики. И занимаются они непосредственно с человеком, который видит этот сон. Они распрашивают его о подробностях этого сна. Они распрашивают о ассоциациях человека в контексте этого сна. И, используя определенную символику, они пытаются толковать сны в том или ином контексте. Я полагаю, что в контексте того, что вы пишете, что вот моей подруге впризнился сон, и может ли он что-либо означать. Именно в вашем контексте я полагаю, что можно говорить только о том, можно говорить только и исключительно о том, что этот сон, по сути, может не значить ничего вообще. Потому что мы вашу подругу не знаем, и ее контекста, которым снится ей этот сон, мы не можем знать тоже. Я хочу, чтобы вы в этом постарались отдавать себе отсчет. Но, сам по себе, сама по себе катастрофа, говорит о страхе. Страхе за близких, как вам сказала моя коллега. Ну, а смерть – это тоже своего рода символ. Смерть – это своего рода мечты о сексуальной встрече, как вам сказала моя коллега, опять же. Но, если вы скажете об этом подруге, о смыслах этих символов, то она, скорее всего, будет отвергать. Она, скорее всего, будет отрицать то, что вы ей скажете. Такова природа человеческой реакции на сновидение, к сожалению. И поэтому, рассказывать человеку о его сне, о его снах и так далее, может только тот, может только, можно только тогда, когда сам человек, который видит сны, хочет это знать. Когда сам человек запрашивает информацию о своем сновидении. Только тогда можно с ним об этом разговаривать, но и то не сразу, а выясняя отличные аспекты этой его жизни сознательной. Например, что происходило с вашей подругой накануне этого сна? А что происходило с вашей подругой за неделю до этого сна? Это важные вещи. Мы об этом ничего не знаем, потому что вы не говорите. Понимаете? И возникает вопрос тогда, знает ли ваша подруга о том, что вы задаете здесь вопрос о ее сне? Если знает, то почему она сама его не задала, а если она не знает, то зачем же тогда вы это делаете? Если вдруг, по каким-то причинам, подруги никакой нет, а сон приснется вам, то тогда я вам скажу, что с наибольшей долей вероятности сон может быть истолкован правильно только тогда, когда с вами будет проведена беседа по поводу этого сна. Вы расскажете, что происходило с вами накануне. Вы расскажете, какое у вас было отношение к тому, что происходило с вами накануне. Вы расскажете о своих ассоциациях, вы расскажете о том, что, например, наиболее ярко запомнилось вам, то наиболее ярко зацепило вас, задело вас и так далее. Каждый элемент сна требуется разбирать. Не только когда сон, не только. Все обстоятельства, в том числе и смерть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok